Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы видим шарманщика, бродячего музыканта, который со своим нехитрым музыкальным инструментом, со своей очень простой музыкой идет от дома к дому, от улицы к улице и задевает струны хозяек этих домов, часто уже не молодых женщин, как в нашем сюжете. Мы видим такую хозяйку, которая с нежной грустью взирает на музыканта, мы видим мальчика, сына этой хозяйки, у которого тоже шарманщик вызывает явный интерес, и мальчик здесь не случайен. Возможно, за этим сюжетом скрыта любовная история, которая лет чуть больше, чем мальчик, у давно забытая история, и музыка всколыхнула воспоминания о ней. Хочется несколько слов сказать о фабрике марка Шельшера. Она получила известность и название в честь своего третьего владельца как раз. Она существовала с 18 века и до 1840 года и прославила себя сложной техникой гравировки по золоту, которую мы здесь как раз наблюдаем. Когда фарфор золотят, золото остается матовым, оно не блестит. И чтобы сделать его блестящим, с него просто снимали очень тонкий слой. Золото все становилось блестящим. Но именно на этой фабрике придумали снимать тонкий слой золота в виде орнамента. И получалось очень эффектно. На матовом золоте глянцевый узор, все как это требовало моды того времени, наполеоновский стиль, стиль ампир. Вот такая тарелка перед нами. Редактор субтитров А.Семкин